Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите ваше общественное телевидение. В эфире программа «Честь имею» и я, ее ведущий, Алексей Краев. Ну, как вы сегодня уже успели обратить внимание, что погода такая противоречивая. С утра дождь сейчас, солнышко, ветер. Такая балтийская погода, похожа на наше замечательное Балтийское море. Я не зря вспомнил об этом море, потому что сегодня знаменательная дата. Весь наш Петербург и весь Балтийский флот военный празднует День Балтийского флота. Балтийский флот был создан Петром Первым фактически с момента создания нашего замечательного города. А приказом главкома ВМФ от 1995 года день 18 мая отмечается как День Балтийского флота. И сегодня так совпало, наверное, что в гости к нам в студию пришел представитель нашего военно-морского флота, моряк, который прослужил и на Балтийском флоте в том числе, капитан второго ранга запаса Александр Шилин. Добрый день. Добрый день, Саша. Ну что, во-первых, знаю, что ты служил на флоте Балтийском и Северном, насколько я помню. Ты нам сейчас сам расскажешь. Но тем не менее, в твоем лице я хочу поздравить всех моряков-балтийцев с этим знаменательным событием в их жизни. И как у вас на флоте говорят, я сам не моряк, 7 футов под килем, правильно? Совершенно верно. Правильно. Саша, ну вот мы с тобой уже знакомы-то давно, тем не менее, все равно у меня к тебе есть масса вопросов, на которые даже я ответов не знаю, не говоря о том, что и нашим телезрителям было бы интересно послушать тебя. А я не знаю еще твоих вопросов. А вот сейчас и узнаешь. Ну, как говорят, когда офицеры собираются в компании, то они сначала выпивают, а потом начинают говорить. Ну, у нас сегодня прямой эфир, поэтому мы сначала поговорим, а потом уже пойдем в гастрономную. Саша, ну, расскажи немножко о твоей службе именно на Балтийском флоте, да и не только на Балтийском. Вообще, как ты попал на флот военный, в армию? Ну, традиционный вопрос, краткая твоя служебная биография. Что закончил, куда, где служил и как, на чем ходил в море? Самое смешное, что на флот и военно-морское училище я попал достаточно случайно, потому что собирались мы вдвоем поступать с другом. Причем ведущий был друг, я как бы ведомый. Друг не поступил, я поступил. Не знаю, не имея малейшего понятия о том, что за специальность меня ждет, что за служба дальнейшая. Но мне нравилась форма, когда я увидел Пушкин, когда я увидел стены Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени Ленина. С совершенно уникальной историей, там и Лермонтов каким-то оком, боком был. И Верещагин в этих стенах служил, проходил службу. Сама атмосфера царского села, ты, конечно, можешь понять, что это не могло оставить равнодушным. Именно с царского села начался военно-морской флот. В 1974 году это историческое событие состоялось. И, по сути дела, Санкт-Петербург и вся его военно-морская история, тогда Ленинград, это был действительно город военных моряков. Сейчас немножко это все теряется за общим фоном вывесок и реклам. А тогда человек в форме не был редкостью на улице. Не могло уже изменить ни выбор, ни решение служить на военно-морском флоте. А потом первая корабельная практика на крейсере «Мурманск» Северного флота. Лейпая, опять же, Балтика. Достаточно, Леш, один раз ходить в море, чтобы понять, что ты сделал правильный выбор. Море не бывает. Настоящий моряк. Море не бывает некрасивым. Море всегда удивительно. И в шторм, и в светлую, ясную погоду. Это чудо. Чудо, которое никогда не проходит мимо, не оставляет равнодушным. Ну, а после окончания училища командир машинокассивной группы Стражевого корабля «Барсук». Через год «Туман». Потом командир БЧ-5 Стражевого корабля «Туман». Командир дивизионного движения и командир БЧ-5 ракетного крейсера «Грозный». Одного из наших легендарных четырех корпусов, который с двумя мачтами, такой самый красивый корабль нашего военно-морского флота, снимался во всех фильмах. Военно-морская академия. Вот это путь Балтийца по 95-й год. С 74-го по... То есть ты старожил, можно сказать, на Балтийском флоте. По 95-й год. И последние пять лет командир БЧ-5 Стражевого несущего крейсера адмирал Гошков. Вот, собственно, не мудреная, весьма такая вот приземленная моя военно-морская биография. Потому что все годы в плавсоставе, кроме лет учебы, все годы, в общем-то... Ну, пополам получилось так, что на малых кораблях, а на больших кораблях, в замечательных коллективах. Это все было интересно. И тогда, когда у нас было кораблей много, когда они ходили в море, и тогда, когда наша служба была совершенно нужна и необходима Родине. Поэтому все это было очень интересно. Поэтому ты знаешь, что это все находится отражение в тех песнях, которые ты слышал мне однократно. Да, вот я как раз сейчас смотрю на тебя, как ты говоришь о море, и так хочется назвать тебя не моряком, а поэтом. Прямо описываешь. Такими репитетами, да. Поэтому мы не будем друг другу, что называется, грешить и заводить интригу. И Леша пишет, и поет свои песни. Ну и, собственно, и ваш покорный слуга. Уже не один год. Хорошо, Саш, но мы о творчестве чуть позже поговорим с тобой. Скажи, пожалуйста, вот какие-то особые традиции на флоте есть? Вот я, допустим, знаю, как человек, не служивший на флоте, я в войсках ПВО служил, ВВС. Вот, ну, знаю, допустим, что есть такие моменты, что даже некоторые обращения в уставе у вас немножко не так, как у тех, кто на земле. Допустим, прошу разрешения войти, а не разрешите войти. Или еще что-то. Вот есть какие-то особенности? Морской, наверное, устав какой-то есть, да? Нет, во-первых, есть война в Москве. То есть вы, также, моряки служат по обычным четырем, как говорится, нашим общевоинским уставам, да? Строевой, внутренний, там у вас что-то есть свое, да? Есть еще корабельный устав. Да, вот, может, я неправильно сказал, да. Тот, который регламентирует всю нашу жизнь. Если говорить о каких-то традициях отличных от сухопутных войск, практически вся жизнь корабельного офицера, вне зависимости к надводному или подводному флоту он относится, она проходит в рамках корабельного устава. И весь распорядок дня построен именно исходя из, как теперь, мне кажется, не только здравого смысла и рациональности, но еще и замкнутого пространства, в котором приходится проходить, в котором проходит вся твоя основная жизнь. Из традиций, из традиций самые яркие, которые могут быть, это подъем и спуск военно-морского флага. Это не может быть, это и с подъема военно-морского флага у тебя начинается рабочий день, и спуском военно-морского флага заканчивается твой рабочий день. И если, конечно, ты не на переходе моря, если корабль не на ходу, тогда флаг не спускается. То есть гордость кипит за флоту, за державу. Я говорю, стоит экипаж по большому сбору, на флаг и гьюсь смирно, флаг и гьюсь подняет, звучит сигнал горно, офицеры отдают честь, равнение на флаг. И после этого дела уже идут инструктажи, и начинается повседневная действие. Но это здорово, понимаешь? Когда вспоминаешь, что самое впечатляющее, наверное, вот эти вот подъемные спуски. Тем более, что мне довелось быть на последнем спуске флага на двух крейсерах, на двух крейсерах. Это на Грозном, я был последним, командиром бычем пять, и на тяжелом висущем крейсере Адмирал Горшков. В отличие от всех предыдущих кораблей, которые уже канули в небосие, этот корабль модернизируется для вооруженных сил Индии. И я надеюсь, что все-таки получит завершение, логическое завершение. Весь этот процесс достаточно долгий в силу объективных причин. Но, тем не менее, корабль будет жить. И именно с теми механизмами, и в том составе, на которых мы работали, ну, это здорово. Потому что, когда, пусть даже не для нашего государства, но продолжается жизнь того куска железа, в который ты вложил часть своей жизни, это здорово. Это замечательно. Конечно, конечно. А скажи, вот ты упомянул БЧ-5, значит, я так понимаю, это боевая часть, да, 5? У вас на кораблях это как-то по номерам расписано, вот основные узлы какие-то или... Бевая часть 1, это штурманская, 2, БЧ-2, ракетно-артиллерийская, БЧ-3, минно-торпедная, БЧ-4, связь, БЧ-5 электромеханическая. То есть все, что ниже первой непрерывной палубы, это все свое хозяйство. БЧ-5, да? Собственно, боевая часть жизнеобеспечения. БЧ-6 это авиационно-техническая и БЧ-7 боевая часть управления. Вот на больших кораблях и БВА-7. Вообще на кораблях до первого ранга, до первого ранга их бывает всего 5. На БЧ-5 заканчивается все это хозяйство. Понятно, понятно. То есть ты фактически... То есть это все по специальности. Как у вас разделение было в авиации на летный состав и на технические службы? Точно так же и здесь в силу специфики своей деятельности. Фактически на корабле основная вся жизнедеятельность, жизнеобеспечение на твоей ответственности было, как командир. Это электроэнергия, это тепло, это свет, это кондиционирование в районах жаркого Климпта. Ну и, естественно, обеспечение электропитанием всех комплексов оружия. Ну, серьезно, да. Ну и самое главное, Леша, конечно, это ход, понимаешь, корабля. Не то, что там в нем можно жить, а то, что он... Ну, конечно, на веслах ты потянешь море, да? Корабль, ясненько, Саша, ясно. А в дальних походах тебе лично приходилось? Ну, к сожалению, мое плавание ограничилось плаванием по Баренцевому морю на севере и здесь по Балтийскому. Не довелось мне. Почему к счастью? Я до сих пор с огромным сожалениюом думаю о том, что мне ни разу не довелось побывать в океане. На Черном море я ходил, в Средиземном море я ходил. Но это все внутренние моря. В океане я, к сожалению, ни разу не был. Охочется. Да, самый дальний, ну... Не дальний, по продолжительности. Вот сколько тебе в море приходилось выходить, бывать, исходя на берег? Ну, просто не исходя на берег, ты понимаешь, можно и около берега, это самое стоя, на него не сходить месяцами. Поэтому это не... Ну, я имею в виду, выходили в море, не у берега. Там до полутора месяцев примерно, по Балтике. Вообще, я вот не представляю, как вот, ведь, насколько знаю, уходят корабли и подводные лодки, там где-то по полгода, да, в морях ходят люди. Это самое интересное, по большому счету, время. Именно в это время происходит срабатывание, сплачивание экипажа. Каждый человек занят своим делом, ни приборками, ни наведением где-то порядка, ни подготовкой к смотру. Идут в акты ходовые. Четыре часа отстоял, восемь часов у тебя отдыха. Каждый человек занят своим делом. Чрезвычайно интересно. Ты знаешь, вот отсюда, да, отсюда ты должен сделать. Кроме этого, еще идут тренировки, идут боевые стрельбы, идут отработка взаимодействия экипажа в самых различных экстремальных ситуациях. Действительно интересно. К сожалению, сейчас, когда мы говорим о военной службе, почему-то очень мало кто говорит о том, что это действительно нормальная мужская работа, действительно интересное дело. Вот именно в нашей программе, честь имею, мне и хочется поднять эту тему, чтобы как-то, может быть, зажечь тех, кто еще сомневается идти или идти в армию. И, может быть, так сказать, опровергнуть мнение многих, что в армии действительно это рутина, скучно, неинтересно и каким-то образом не смысл. Ну, во-первых, все мальчишки до тех пор, пока появились штатные стрелялки в интернете, всегда играли в войну. Да, да, сам играл. Самого раннего детства. Самого раннего детства шел, конечно, какой-то тренаж, подготовка к роли защитника. Никогда это не было ни стыдно, ни позорно. Это сейчас уже благодаря многим факторам сделали пугало из вооруженных сил. А на самом деле, если говорить о внешне, внутри политических и прочих угрозах, это один вопрос. Террористические угрозы. А если говорить о вооруженных силах, как о школе мужества и школе мастерства, ты помнишь, такое было у нас выражение. Приходили служить мальчишки, совершенно не оперившиеся из-под маминого крыла, выходили от тебя уже мужички. Те, которые могут постоять за себя, могут постоять за свою девушку, имеют чувство гордости. Они получали самое главное, что может быть в жизни, понятие о чести, понятие о порядочности и об отношениях, настоящих отношениях в мужском коллективе. Не тех, которые сейчас у нас рекламируются, а то, что называется мужской дружбой. Но этого, наверное, словами не объяснить. Это нужно пройти, прочувствовать эту школу. Я вот тебя понимаю. У компьютера, какой бы объем информации не свалился на головы этих ребят, никогда ты этого не почувствуешь. Это нужно общение. Причем нужно общение в экстремальных условиях. Тогда, когда ты почувствуешь, что ты зависишь от тех, кто с тобой рядом. И они зависят от тебя. Это чрезвычайно важно. А вот сразу, как говорится, вопрос, вытекающий из того, что сейчас сказал. Школа мужества, воспитания. Вот что в твоем понятии патриотизм для нас сейчас? Сложно сказать, наверное. Если отбросить все, как говорится, негативные моменты нашей жизни, продажность там и прочие моменты. Мне совсем недавно довелось посмотреть один фильм про сельского священника. Там прозвучают совершенно замечательные слова. Не надо спасать церковь. Она сама спасает. Не надо спасать Россию. Надо любить ее. Логично. Не надо спасать деревню. Надо в ней жить. Вот три фразы, в которых заключен весь смысл Родины. Если у тебя есть корни, если у тебя есть место, которое ты любишь, если у тебя тот опыт, который ты в состоянии передать детям, внукам, если у тебя есть какой-то духовный опыт. В этом, наверное, и заключается понятие Родины. То, что Родину надо любить. А для того, чтобы полюбить Родину, надо к ней прирасти какими-то корнями. Те, которые сейчас, в общем-то, наверное, частично утеряны. Я не могу говорить это с какой-то категоричной, но частично утеряны, это однозначно. Ну, возможно, да. Потеряна какая-то, может быть, цель в жизни, да, идея. И связь времен. Вот в этом заключается патриотизм. Родину надо любить. Вот в этом и заключается патриотизм. Понятно, спасибо. А скажи, вот вернемся к дальним походам. Ты общался с моряками, наверное, с теми, кто ходил. Да, да, конечно. Вот чем занимаются моряки, когда нет боевой работы, учебы? Не скучно ли им находиться постоянно в одном месте, в замкнутом пространстве? Вот что там, библиотека какая-то, там книжки читают, на гитаре играют люди, спортом занимаются. Есть там какие-нибудь тренажеры или еще что-то? Во-первых, есть все, что ты перечислил. Во-вторых, мне довелось в свое время посмотреть то поколение, а мне посчастливилось жить тогда, когда еще студентов призывали. Во-первых, там, конечно, был нормальный уровень подготовки, уровень образования, самое главное желание. И читали, и занимались самообразованием, и обязательно занимались какими-то творческими делами. Рисовали, чеканили, делали какие-то картины. Делали, ну, ты видел, как увольнялись моряки в запас. Да и у вас, собственно, начиная от аксельбантов и вышитых погонов, и кончая тема остальных. Ну да, сроченки. Последний год это шла упорная подготовка к ДМБ, приведение вот этой формы в соответствующий вид, чтобы ты вышел, и все сказали, ах, вот, подготовка альбома своего, ДМБового, как они называли. Да, Дембельский альбом, да. Дембельский, это было у вас, на флоте он был ДМБовый. ДМБовый, да, видишь, как. Обшивали бархатом, делали там какие-то красивые инкрустации. Это было, ну, примерно как ты берешь фолиант 14-15 века. Произведение искусства. Да, это было произведение искусства. Каждая страничка раскрашена, там были эти фотографии. Причем с учетом черно-белых, черных-белых снимков еще разрисованные художники находились. В общем, это было чрезвычайно интересно. Это то, что касается каких-то прикладных занятий. Ну, а потом возьмите любой большой дом. Чем занимаются люди, живя в большом доме? Достаточно редко, бывая на улице, пробежав от одного места в другое. Ну, ведь, самое главное, надо понимать, что корабль – это не место прохождения службы. Как говорил Павел Степанович Нахимов, корабль – и дом, и крепость. А ключевое понятие – здесь дом. Если ты живешь в нем, если ты вкладываешь в него свою душу, в это железо, оно тебе ответит тем же. Если ты относишься к этому как временщик, вот ты пришел, а после тебя хоть потоп. Иногда мне приходилось слышать фразу от матросов. Вот когда я пришел, вот это всегда так было. Вот там лежал какой-то, и лежит какая-то неопрятность. Я пришел, вот это всегда здесь лежало. Вот. Если ты вот так вот к этому относишься, соответственно, и железо тебя может в любой момент подвести. Ты прекрасно это знаешь. Конечно, согласен. Потому что авиация, она мало чем отличается. Но у вас сроки поменьше. Вот скажи, Александр Шилин, капитан второго ранга запаса, чем сейчас занимается ветеран военной службы, правильно? А работаю по своей непосредственной специальности. Чем я занимался на флоте, тем я занимаюсь сейчас. Не поменял, да? Я работаю в энергетике, начальником эксплуатационного участка. Естественно, хозяйство поменьше, чем корабельное. Но если я раньше говорил о том, что это подразумевает, что то, что поменьше у меня появлялось побольше свободного времени и оставалось время для творчества, то теперь, Леша, к сожалению, я тебе этим похвастаться не могу. Работая на работе, приходится заниматься работой. И причина только одна. Чем старее железо, тем больше оно требует внимания. Тем больше оно требует внимания. И если в него не вкладывать, то оно себя точно так же, как и корабль, может подвести в любой момент. Хорошо, Саш. Ну и вот у нас программа, к сожалению, уже подходит к завершению. Несколько слов о твоем творческом багаже потенциале. Знаю, что ты пишешь песни, стихи и несколько слов заключения нашим телезрителям. О творческом багаже потенциал. Пять альбомов, полных которые изданы. Найти меня можно на Шилин на Тру. Они там выложены, это мой сайт. А отношения, которые хотелось бы сказать сегодня, в день, я взял с собой, в день Балтийского флота, я взял с собой стихотворение. Я думаю, что оно немножко отражает то, чем я живу и как я отношусь к этому предмету. Весна пробудила счастливое завтра. Рыдают под солнцем сосульки везде. Бегут ручейки и бумажный кораблик плывет по звенящей холодной воде. А рядом мальчишка, проснувшись рано, ведет через волны кораблик к реке. Себя он назначил вчера капитаном. И знает всеми ли на том ручейке. Побыв капитаном, он вырастет вскоре. Он будет героем, наверное, потом. И выйдет не раз он в открытое море. Но только сейчас разговор не о том. Бумажный кораблик. Их больше и больше. Весь мир производит свои корабли. В Корее, Германии, Штатах и Польше. Вот только в России, увы, не смогли. Бумажные лодки плодятся в рубине. Бумажные горы штурмуют все в марш. Мозги захлебнулись в бумажной рутине. И некому выкрикнуть на абордаж. Бумажное море, но этого мало. Куда-то стремились, решали. И вот уже настоящие адмиралы ведут в океаны бумажный флот. Вздымаются, мнуться, ломаются волны пунктирами, обозначая пути. Бумажные люди дают самый полный бумажный экватор. Им не перейти. Я все это знаю. Служил я на флоте. Конец, как ни странно, один и не раз. Объемы бумаги, мешая работе, приводят в приказ о списании в запас. Так только на флоте наивно, я думаю. Бывает, наверное, порядок другой. Бумажные лбы в Государственной Думе. Бумажные люди в конторе. Любой бумажные стройки. Бумажные деньги. А так бы хотелось, что наоборот, надежные парни штормовки надели и вывели в море стомачтовый флот. Чтоб дети читали хорошие книжки. Чтоб друга рука не ослабла в руке. Спасибо. Бежит по сугробам веселый мальчишка. Бумажный кораблик кружит в ручейке. Александр Шилин в эфире программы «Честь имею» и я ее ведущий. Спасибо, Саша, за то, что пришел сегодня еще раз с праздником. И вас, уважаемые телезрители, с Днем Балтийского флота. Ну и чтоб друга рука не ослабла в руке. С вами был Алексей Краев. «Честь имею».